Всем тропический привет, народ! С вами снова канал Тропикал. И сегодня в этом видеоролике будет довольно-таки интересная и увлекательная тема. А точнее, я бы хотел задеть такую тему, как кормление прыткой ящерицы. Да, ребята, в этом видеоролике вы увидите, как прыткая ящерица будет кушать. И да, ребят, наконец-то моя ящерица начала есть сама. То есть я её уже не кормлю насильно, а она подходит и сама ест пищу с пинцета. Ну что ж, давайте же не будем медлить и приступим к нашему видеоролику. Итак, ребята, кормить мы её будем замороженными, точнее, размороженными кузнечиками. Вот в этом контейнере у меня лежат вот такие вот кузнечики. Ловил я их сам и заморозил. В общем-то, нам необходимо взять количество, которое ящерица точно сможет съесть. Есть она начала недавно сама, но тем не менее, я возьму штук 5 примерно. Ну, где-то так, штук 5, может быть 4. Вот такое вот количество взял, 5 штучек. И попробуем скормить нашей ящерки. Но перед тем, как кормить, нам необходимо проделать некоторые манипуляции. То есть разморозить и посыпать добавками. Это кальций с D3. Вот такой вот от Акваменю. Берём немножко, прям совсем немножко. И сыпем в контейнер с кузнечиками. Дальше берём витамины от компании АВЗ. Вот такие вот рептилайф. Берём, короче. И вот так вот тоже, ещё меньше даже, чем кальция. Берём и засыпаем туда. Итак, взяли, вот туда вот всё засыпали. И теперь нам необходимо будет взять и перемешать всех кузнечиков, чтобы они были в кальциях и витаминах. Берём и вот такими вот действиями просто перетряхиваем всех кузнечиков. Ну что ж, открываем террариум с пыткой ящерицей. Находим её. И берём, значит, кузнечика. Вот такая вот ящерица у меня здесь сидит. Вот такая вот красавица. И, кстати, главный, очень важный такой фактор. Главное, не пугать и не вытаскивать ящерицу. Нужно, чтобы ящерица сама, то есть, вылезла наружу. Вот берём пинцетик и вот так вот просто подносим к ящерице. И она уже сама кушает. Вот такой вот прекрасный кадр. Вот так вот она красива. Правда, по-моему, очень-очень красиво она ест этого кузнечика. Вот так вот это выглядит. Хорошо, что я смог это так качественно довольно-таки снять. Вот. Несмотря на то, что у меня плохая камера. Вот так вот она довольно-таки интересно кушает. В общем-то, вот так вот она проталкивает кузнечика, помогает себе. Вот облизывается, прям как геккон. Довольно-таки тоже интересные такие кадры. Вот. Итак, ребят, ну вот она проглотила вроде бы уже кузнечика. И я думаю, сейчас предложим ей второго. Да, вот сейчас попробуем ей дать второго кузнечика. Она вот так вот на него среагировала. Оба-на, извините за вот этот кадр. Она его схватила и начинает тут же кушать. То есть вот такой вот кузнечик в кальции с витаминами. Вот так вот кушает она его. А, ребята, давайте я, кстати, вам немножко еще расскажу про то, зачем нужно гептилиям давать вместе с кузнечиками кальций и витамины. То есть вместе с кормом. Во-первых, кальций, он нужен для того, чтобы у вашей ящерицы не было рахита. То есть это заболевание костей такое. Она будет у вас кривая. Многие животные с этим сталкиваются. И, точнее, неправильные заводчики сталкиваются с вот этой проблемой. Новички в основном. И из животных, таких рептилий, ящериц, больше всего страдают от рахита бородатые агамы. Но также встречаются часто и зарахиченные элблифары, потому что хозяева неправильно там что-то сделали, неправильно подобрали корм. Или что-то типа такого. Но, в общем, не суть. Дальше. Зачем нужны витамины? Да, в принципе, для того же, чтобы ваша ящерица не заболевала рахитом, чтобы она была у вас красивого окраса, чтобы у нее было все в порядке с костями, все в порядке там с желудком, все в порядке с другими органами. И главное, чтобы было все в порядке с кожей, то есть с чешуей ящерицы. Это все очень важно, ведь просто ультрафиолетовая лампа тоже не очень спасет ситуацию, несмотря на то, что она будет просто стоять. Вам необходимо также будет, разумеется, купить кальций с D3. Можно взять и без D3, если у вас мощная лампа. Но у меня, несмотря на то, что лампа на 10 UVB, все равно что-то я не очень доверяю, так как фирма не какая-то прям очень популярная. И все равно даю ему, точнее ей, кузнечиков с кальцием с D3. И также вдобавок даю еще витамины. Но витамины нужно знать, что давать витамины нужно не часто. Примерно где-то раз в две или в полторы недели. Да, примерно где-то так. Ну что ж, ребята. А тем временем наша ящерица покушала. Это последний кузнечик. И как вы видите, она его не доедает. То есть вот я ей предлагаю, и она уже начинает прятаться. Все, как бы наша ящерка покушала. Вот такой вот интересный видосик получился. Но я еще не прощаюсь. Ну что ж, ребята. Вот так вот мы покормили нашу ящерицу. Было, по-моему, довольно-таки интересно. Мне самому очень интересно наблюдать, как моя ящерица кушает. Вообще рептилии довольно-таки очень уникальные и интересные животные. Это не скучные кошки или собаки. Ну, в общем-то, кошки и собаки тоже так веселенькие. Но, в общем, не суть. За рептилиями просто очень интересно наблюдать. Это, можно сказать, те же самые динозавры, только в маленьких размерах. И живут у тебя дома. Это довольно интересно. Наблюдать, как они охотятся, как они греются. И, в общем-то, все прочее. Именно поэтому мне нравятся больше ящерицы со змеями, чем кошки или собаки. Ну, а сейчас напоследок я вам немножко показываю видео про мою ящерицу. То есть я дам вам маленько насладиться моей ящерицей, так скажем. Она потому что выглядит довольно-таки интересно. И я думаю, она поднимет настроение тем, кому грустно. Так как сейчас осень, уже прохладно довольно-таки. И я думаю, вот такая вот ящерка поднимет настроение. Так как все-таки это какой-никакой привет от лета. Вот такая вот ящерица, да. Ну что ж, ребят. А я, наверное, буду закругляться. Ставьте лайки, разумеется. Подписывайтесь на канал, ведь мне это очень-очень помогает. Я дальше буду продолжать делать для вас такие вот интересные видео. Пишите свои идеи в комментариях, про что мне снять. Ведь я также прислушиваюсь к своим подписчикам. И мне интересно знать их мнение. Ну что ж, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok